Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, сказано такие интересные слова, которые надо попробовать понять. Люди упали духом. Люди упали духом в пустыне. Из-за тягот пути, из-за продолжительности. И начали жаловаться. А этот мир так интересно устроен, что когда что-то нехорошо, то Сатан делает так, что кажется все плохо. Когда что-то немножечко выпадает из нашего как бы предписанного жизненного ритма, все, все, катастрофа, трагедия, все не так. На самом деле жизнь устроена несколько иначе. Мы не можем идти все время по проторенному пути. Мы не хозяева этой дороги. Надо правильно видеть какие-то, что все изменения, они идут сверху. Человек, например, чем занимается человек? Человек ищет счастье. Но что такое счастье? Это же тоже надо понять. Человек ищет и не может определить. Счастье это когда все есть, это очень проблемная формулировка. Я знаю очень много людей, которые можно условно сказать, что у них все есть. Сказать, что они счастливы, было бы совсем неправильно. Попробуйте, если вы любите котлеты, есть их 24 часа в сутки. И что? И вы будете счастливы? Есть люди, у которых есть все, и они несчастливы. Это показало жизнь. Поэтому лучше всего, что надо верить. Надо верить, вот как бы духовность, она дает новый уровень. Кстати, для духовности, всем кажется, вот если бы Бог появился, вот я бы увидел его, тогда бы иначе все было. Тоже не так. Потому что для веры необходимо сокрытие. Вера всегда касается неизвестного. Видение, это уже часть известного. Например, ты видишь там подъезжающий трамвай. Так? И что? Ты же не говоришь, я верю, что трамвай подъезжает. Ты говоришь, вот подъезжает. Нет смысла верить в то, что ты знаешь и видишь. Вера имеет смысл только в отношении неизвестного, непознанного, сокрытого. И поэтому это одна из причин, по которой мы с вами не видим каждый день. Чувствовать можем, понимать можем, а видеть не видим. Когда Бог раскроется до конца, или почти там до конца, то уже все, уже вера перестанет существовать. Уже будет только вот ясное понимание. Знаете, любой человек задает себе когда-нибудь вопрос, зачем он приходит на эту землю? Неужели этот весь мир, это бессмысленная какая-то крутящаяся вот такая карусель, а я маленькая песчинка? Какой-то муравей, который ни на что не влияет. Но ведь Творец-то создал нас человеком, человека, у которого есть пару извинен в голове. Надо найти ответ на этот вопрос. Зачем ты просыпаешься утром? Почему переходишь на дорогу? Почему дышишь? Его не так сложно отыскать. Этот ответ можно, например, получить, читая книгу книг, Тору. Что сказано там, такие слова? И вернется Творец и сжалится над тобой, и соберет тебя из всех народов. Объясняют комментарии Раши, что Творец вернется вместе с нами. Что это за... О чем опять разговор? У каждого человека, который начал или вернулся к духовности, то, что называется Балшуа, есть свой персональный рассказ о том, как Творец помогал ему выбираться из духовной ямы, в которую он попал. Как вытаскивал каждого отдельного из болота. У каждого есть своя чудесная история, как он нашел путь к приближению. Вот этот путь и надо искать. Знаете, я расскажу короткую притчу. У Рэбе собрались ученики, и вот все ученики в этот день спрашивали только один вопрос. Что будет после смерти? Рэб улыбался и ничего им не отвечал. Когда закончилось занятие, подошли еще раз к нему ученики и говорят, Рэбе, почему вы ничего не говорите, не уклоняетесь от ответа? Он опять улыбнулся и говорит, вы замечали, что загробной жизнью интересуются именно те, кто не знает, что делать с этой жизнью. Поэтому им нужна еще одна жизнь, которая длилась бы вечно. И все-таки говорят ученики, Рэбе, есть жизнь после смерти или нет? И тогда Рэбе ответил им замечательные слова. Есть ли жизнь до смерти? Вот в чем вопрос. Поэтому мы с вами должны понять, что мы одни считают, что за порогом жизни ничего нет, второе, что есть. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, как ты прожил то, что было до порога. То есть есть ли жизнь до ухода из этого мира? Это вопрос номер один. Брахавы от слаха.